Банкиры перепуганы буквально до смерти. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет не совсем обычное видео, я бы сказал, что это подкаст, поэтому вам точно стоит налить себе чай и открыть коробку шоколадных конфет. Сегодня воскресенье, а криптовалюта снова красная. Впрочем, на протяжении недели цена биткоина толком не изменилась. Хотя многие трейдеры, чьи страницы я постоянно мониторю в Твиттере, ожидали массивного падения для того, чтобы закупиться, но пока что они его не дождались. В пятницу ночью, прямо перед выходными, я очень долго изучал рынок и понял, что мне нужно вложить еще больше денег в криптовалюту. И это то, что я сделал. Я купил биткоин, но еще больше было куплено эфира. Ведь много биткоинов не бывает, не так ли? Но я должен признаться, что мой портфель на самом деле куда более рискованный, чем казалось. Там есть много таких монет, которые я бы не рекомендовал покупать никому. Я считаю, каждый портфель должен быть уникальным, так же, как и человек, который его собирает. Каждый из вас должен четко поставить перед собой вопрос, какие риски я готов взять на себя на этих рынках. И уже ответив на этот вопрос, отталкиваться от него для построения инвестиционного портфеля. Биткоин – это единственная криптовалюта, зарекомендовавшая себя самым длительным периодом времени. А эфириум ожидают большие изменения в ближайшей перспективе. Сейчас очень много дискуссий слышно об алгоритме ПрокПоу, который хотят активировать в сети эфира, и который призван противодействовать асик-майнерам. Изменить алгоритм планируется уже в июле этого года. Также идет работа над эфириумом 2.0, который должен стать первым шагом к консенсусу Proof of Stake. И на самом деле все эти обновления эфира могут стать причиной возникновения непредвиденных проблем, даже после тщательных проверок. Поэтому существуют риски, что после внедрения этих обновлений курс эфира вообще может обвалиться. Но я оценивал риски и пришел к выводу, что шансов на рост все-таки больше, чем на падение. Кроме биткоина эфира, я приобрел и такой токен как Мейкер, который даже успел вырасти с момента покупки, чему я, конечно же, рад. Но все-таки, почему я вдруг посреди ночи купил еще больше эфиров? Иногда меня заносит так, что я провожу целые сутки в процессе расследования и исследования одного лишь рынка. Я просто не могу остановиться и даже забываю о такой необходимости, как сон. И когда на часах было почти 4 утра, заметив это, я смог сказать только «Вау!». Я будто бы вернулся в начало 2017 года. Криптовалюта вызывает депривацию сна. Я не хотел спать, потому что копался на рынке. Кроме криптовалютных рынков, я, конечно же, заглядываю и на рынки вне криптовалютного пространства. В частности, мне интересны такие вещи, как нефть. Вам обязательно нужно посмотреть это мое видео, чтобы понять, что такое Петра Доллар. А также рекомендую вам прочесть книгу «Тварь с острова Джекил». Эта книга дает четкое понимание того, как работает Доллар. К сожалению, на русском языке вы ее полностью не найдете. Лично я могу дать вам только десятую главу на русском. У себя в Телеграме ее я оставлю. Ссылка на Телеграм будет в описании. Остальное придется читать на английском. Вам обязательно нужно прочесть эту книгу, чтобы понять, из чего родилась ФРС, что она делает и как функционирует. Вкратце, система Петра Доллар искусственно создает ценность доллара и удерживает нефть в баке, чтобы колеса ездили. Теперь мы наблюдаем за нефтью, которая падает, за акциями авиакомпаний, которые обваливаются. К примеру, акции American Airlines рухнули в два раза с начала года. Далее мы слушаем разговоры о том, что криптовалюту ждет грандиозная распродажа, ведь она коррелируется с фондовыми рынками, которые падают. Кстати, я так не считаю. По моему мнению, криптовалюты живут своей собственной жизнью. И в последние месяцы этот класс активов держится так, как ни один из других активов не сможет никогда в своей жизни. Кроме, возможно, золота. Ко всему этому, криптовалюта еще и увеличивает способы применения. Это увеличение количества работающих децентрализованных приложений, смарт-контрактов, других цифровых применений, которые эти активы предлагают. Кроме того, корреляция падения на фондовом рынке и криптовалютам, которую описал Сани Дикри, имеет еще куда более простое объяснение. Институциональные инвесторы, которые находились в лонг-позициях на фондовом рынке, были настолько прижаты недавним падением, что им пришлось уже обеспечивать новые шорт-позиции. И чтобы это сделать, они были обязаны продавать хедж-активы, такие как золото, биткоин и так далее. Это видно на графиках этих активов, все достаточно ясно и четко. Вот почему и биткоин, и золото тоже падали с фондовым рынком, никакая это не корреляция вовсе. Когда вы вкладываете деньги в криптовалюту, по сути, вы вкладываете в работу, вы поощряете систему, которая развивается и эволюционирует, в отличие от устаревшей, которая только стагнирует и даже разрушается. Это видно сразу, если посмотреть на количество инвесторов, которые покупают облигации, чтобы защитить себя, ведь облигации всегда казались им безопаснее. Таких инвесторов становится все больше, поэтому очевидно, что люди сейчас больше всего обеспокоены вопросом хеджирования, особенно в свете крайнего обвала рынков, которое потом сопровождалось каким-то сумасшедшим отскоком на заявлениях о фискальном стимулировании экономики, ожиданиях очередного падения процентных ставок, которое произойдет, кстати говоря, после нового собрания фискалов. Но даже при таких обещаниях центральных банков накачать систему деньгами, рынки все равно почти вернулись обратно к отметкам локального дна. Люди практически в панике, и я думаю, что вся эта новая распродажа на рынке случилась как раз перед выходными не просто так. Люди не хотели уходить на выходные, держа всю эту кучу активов, особенно кредитованных активов. Уходить на выходные, имея леверидж за спиной, очень рискованно, не зная при этом, что вообще случится с открытием торгов после выходных. Как мы видим, на фондовом рынке люди становятся все более пугливыми. Им страшно, особенно при таком негативном фоне и недостатка стимулирования экономики со стороны ЦБ. Это совсем не похоже на начало консолидации после обвала, это больше похоже на то, что самое длинное ралли в истории фондовых рынков по всему миру подходит к концу. Особенно это актуально для США. Инвесторы начали ощущать удары по карману и поэтому бегут в облигации, чьи доходности практически не оправдываются сегодня. Люди просто пытаются даже не заработать, а хотя бы сохранить то, что есть. И это я говорю о профессиональных инвесторах. Обычный человек, скорее всего, на таком рынке будет просто ограблен и оставлен на произвол судьбы. Кроме того, нам никак не избежать и пенсионный кризис, который уже виднеется на горизонте. Я даже не буду ничего говорить о нашей стране. Давайте возьмем штаты, Калифорнию, которую называют золотым штатом Америки. Этот штат побил мировой рекорд по количеству миллиардеров и миллионеров. Здесь живет 80 долларовых миллиардеров и 660 тысяч долларовых миллионеров. Штат считается одним из самых богатых в США, но пенсионный фонд в штате ощущает недостачу финансирования. Фонд финансирован только на две трети. Чтобы вы понимали, эти пенсии, от которых зависят бюджетники, госслужащие и другие, требуют большой доходности в размере 7-7,5%. И если фонд не получает такой доходности от облигаций, он заходит на рынок акций. Мы уже не раз это наблюдали. Но теперь, когда и акции не приносят такой доходности, что вообще происходит? Это значит, что доходность фонда все ниже и ниже. И это может привести к тому моменту, когда люди действительно будут в шоке, когда они даже не смогут нормально выйти на пенсию. Это касается не только штатов, это касается и нас, и другие страны тоже. А на новостных каналах тем временем крутится пропаганда того самого Крамера, говорящего, что пора откупать дно. Этот человек советует покупать с самого начала провала на фондовом рынке. В англоязычном пространстве это шоу даже называют индикатором Крамера CNBC. Конечно же, люди теряют доверие к средствам массовой информации после такого, но зато начинают выходить из рынка в облигации и бонды, провоцируя дальнейший обвал акций. На этом фоне я хочу сказать, что и золото, и серебро, и криптовалюта держатся очень-очень достойно. Думаю, многие люди сейчас даже удивлены тем, как себя показывает криптовалюта. Чтобы вы понимали, насколько все плохо на фондовых рынках, глава банка JP Morgan прямо сейчас оправляется после сердечного приступа. Я, конечно же, желаю ему большого здоровья и длинных лет жизни впереди, но это о чем-то да и говорит. Как минимум о том, что банкиры перепуганы буквально до смерти. Джером Пауэлл, член Совета ФРС, напуган прямо сейчас. Ведь он унаследовал систему, которая сейчас пребывает в эре исторически низких процентных ставок в размере 1,25%. Куда же еще их понижать? В их подушке безопасности остался всего лишь 1%, а после того, как они их еще понизят в этом или следующем месяце, останется всего лишь половина процента. Возможно, в совокупности с еще какими-либо решениями, такое действие как-то и повлияет на участников рынка и добавит им уверенности. Но что дальше, когда среда, в которой мы живем, снова начнет пугать людей? Тренд страха продолжается и даже, возможно, ускоряется, а заявление ФРС провоцирует только отскоки, но никак не перелом тренда. Люди сейчас намерены искать безопасные гавани, возможно, они продолжат продавать акции в пользу золота. Кстати говоря, о распродаже хеджированных активов институциональными инвесторами для обеспечения шортпозиции, о чем мы говорили раньше, я не знаю, как много таких хедж-активов у них еще осталось. На недавнем падении мы могли видеть их немалую часть, но кто знает, сколько их еще есть? Если они есть, то, возможно, падение будет продолжаться. Что касается криптовалюты. Похоже, ей удается удержать спрос на таком уровне, чтобы не падать дальше, особенно если мы говорим о конкретных монетах. Чего вы хотите добиться, когда вкладываете деньги в криптовалюту? Вы хотите участвовать в развитии дапов? Вы хотите поддерживать децентрализацию? Или вы ищете безопасный хедж? На все эти вопросы мой ответ прост. Покупка биткоина, покупка эфириума, покупка смарт-контрактного приложения. Или же вы ищете какую-то криптокомпанию с маленькой капитализацией, которая создает работающий продукт? Таких тоже много, несмотря на все бессмысленные и пропагандистские заявления, что все криптовалюты абсолютный скам. Все, кто так заявляет, очень сильно ошибаются. В этом пространстве есть очень крутые продукты. И я вижу, что у криптовалюты до сих пор остается очень много места для роста, особенно в такой период, как с 2020 по 2025 годы. Когда нефть падает, ОПЕК переживает непростые времена. Они там встречаются и умоляют их, ребята, хватит добывать все меньше нефти. Но никто не хочет останавливать сокращение добычи нефти, кроме России. Это не очень хороший знак для американцев, например, ведь все больше стран пытаются отвязаться от навязанной гегемонии доллара США. Когда все сделки с нефтью в рамках организации стран-экспортеров нефти должны быть рассчитаны только в долларах США. Забавно, что действия Российской Федерации на рынке нефти только привели последнюю к обвалу цены. Такой себе завуалированный выстрел в ногу. Неудивительно, что и в России, и в Соединенных Штатах, и вообще по всему миру рынки расстроены. Ведь доллар основывается на нефти, протекции, привилегиях и даже шантаже с 1971 года, когда он был отвязан от золота. Вот и вся его фундаментальная ценность. Это просто деньги, предложенные правительством и подкрепленные армией. А людей просто заставляют этим пользоваться. Именно поэтому я считаю, что потрясения, происходящие сейчас в мире, несмотря на свой ужасный подтекст и смертельную атмосферу, полезны в первую очередь для людей. Они отрезвляют участников рынка, которые ощутили этот удар по карману и поняли, что здесь что-то не так. Что их здесь обманывают. Это тот самый момент, когда и рождаются экономические революции. И именно поэтому криптовалюта сейчас заряжена и готова. Людей неосознанно заставляют изучать, что такое криптовалюта. Влюбляться в нее и делать революцию вокруг нее. Есть, конечно, вариант остаться в стороне от нее и окончательно сломаться. Но это явно нам не подходит. Люди уже понимают, что не смогут продавать свою недвижимость за те цены, которые сейчас установлены. Именно поэтому рынок недвижимости сейчас начнет страдать. Даже несмотря на падение процентных ставок, как бы это странно ни звучало. Сейчас они почти у нуля, понижать просто некуда. И поверьте мне, ФРС очень не хочет этого делать. Сейчас они начнут скупать облигации. Но это понизит их доходность еще больше, что в свою очередь отразится, как мы уже говорили, на пенсионных фондах. Такие действия ФРС еще больше усугубят ситуацию. И пенсионный кризис разразится повсеместно. И это станет шоком для людей. На самом деле, ребята, ФРС сейчас не позавидуешь. Они находятся между молотом и наковальней. И будет крайне интересно наблюдать за тем, как именно они выкрутятся из положения. Я уверен, это точно запишут в учебнике экономической и политической истории. Но если они обвалят ставки в отрицательное пространство, банкам будет адски тяжело. Обычно в такой период они просто тонут. А что это значит для вас, как для пользователя? Вы думаете, вы пойдете в банк за кредитом и у вас не будет процента? Как бы не так. Скорее всего, для вас будут повышены комиссионные за работу с банкоматом. За любые транзакции, за снятие наличных. Просто для того, чтобы удерживать деньги в банке. Фактически, вы будете платить банку за то, что он держит вашу экономическую силу у себя в резерве. Вот тогда-то многие наконец и поймут, что настоящая сила в криптовалюте, которая позволяет каждому, абсолютно каждому человеку, участвовать в открытой, децентрализованной, не знающих границ, не контролируемой ни одними из коррумпированных правительств в системе. И которая предлагает доходность, которой вы не найдете больше нигде. Тот же эфириум, накопив который, вы обеспечите себе пенсию. Просто погуглите, как получать процент на эфириуме, пока я готовлю один большой выпуск минут на 18 по этому поводу. Именно поэтому я купил больше эфириума. Погугливая это, вы найдете огромное количество продуктов на эфириуме, которых становится только больше. И это просто безумие в хорошем смысле этого слова. Очень удивительно наблюдать, что именно рождается в условиях повсеместного брутального хаоса, медвежьего рынка, недоверия и скепсиса. Это криптовалютные умные деньги, которые обеспечат богатство. Кто сейчас не участник этого, потом окажется вне игры, сломанный и безнадежный. ФРС, возможно, выпустят свой цифровой доллар. Да только будет поздно. Я уверен, многие из вас уже имеют позиции на криптовалютном фронте, но наше дело святое. Наша война за умы священна. Наша задача дать образование пониманием тем, кто еще не знает и тем, кто еще не понимает. Это одна из целей и моего канала в том числе. Когда я создавал канал, я даже и подумать не мог, что однажды смогу открывать людям глаза и что это так приятно. Нести миру информацию о том, что не так со старой экономической системой и какое будущее я хочу предложить этому миру. Будущее, которое не будет управляться долгом. Как сейчас, когда мы живем в настоящем за счет того, что взяли денег взаймы у будущего. И это будущее уже просит вернуть деньги, которые мы у него взяли. Почти 244 триллиона долларов. Поймите, нет никаких денег. Это фальшивки. Долг, который мы взяли, чтобы цвести сегодня, пожертвовав процветанием в будущем. А меня зовут Богатейший Дея. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова